как делишки ребятишки с вами снова и десант добро пожаловать в майнкрафт и сегодня мы будем продолжать играть с модом пиксель мон и перед тем как мы начнем нашу новую серию где мы продолжим путешествие в мир покемонов давайте посмотрим какое же развлечение готова у нас в этой серии не забываем в нем участвовать а сейчас ребята мы будем приступать к самой серии но перед этим во первых я бы хотел вам сказать спасибо за то что все таки на предыдущей серии мы набрали больше чем 1000 лайков поэтому ребята держите новая серия и также если вы хотите видеть новую серию завтра этот покемон меня многие просили словить поэтому не успели бы не успели мы начать серию подписчики для вас это специально покемон кто меня просил его словить ребята забыл сказать не забыла не закончил на то что а есть мы наберем 1000 лайков на вот этой серии я даю вам слово то что следующая серия пиксельмона выйдет завтра утром то есть целые выходные мы проведем с пиксельмоном поэтому ребята поставьте лайки вы вы не только сделайте мне приятно а если честно просто напросто также ускорите выход новых серий пиксельмона да ребята не забываем комментировать видео ведь я общаюсь всеми подписчиками отвечаю на ваши вопросы поэтому если ты имеешь что-то если ты хочешь у меня что-то спросить спрашивай в комментариях под этим видео я с удовольствием отвечу также вступай в нашу большую дружную семью я рад каждому новому подписчику который вступит и действительно станет одним из моих друзей потому что я отношусь к подписчикам как действительно к друзьям поэтому если хочешь стать моим другом общаться со мной просто быть частью нашей семьи подписывайся на мой канал я буду очень сильно этому действительно рад а мы ребята сейчас в принципе полноценно будем погружаться в сам вот пиксельмон и и и и я просто посмотрю что тут у нас есть орал да я помню меня одна подписчица просила его словить и если я хорошенько также вспоминаю то вроде даже было нормально так подписчиков да вообще в общем подписчиков которые действительно просили меня его словить поэтому ребята вот вот специально сейчас для вас я его и словил потому что вы меня попросили значит значит все таки я так и сделал специально для вас да тут у нас что картошечка 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 тут еще упала картошечка тут вроде ничего нету а если там еще вроде что то есть а мы вообще обворуем нами всю всю их деревню хотя принципе тут больше ничего толкового не растет поэтому больше мы воровать к сожалению ничего не будем распух ты прям вы тут все такие модные в этом все такие крутые но опачки а мы были в этой в этой сокровищнице прям тут от хамона какого-то я если честно не помню давайте сейчас посмотрим яблочки мы кушать не будем потому что яблочки нужно экономить для рар кенди кто не помнит да мы тут не были это случайно не на плиту упала и мне так сразу очком осталось что мол опа весь наш луч сейчас там взорвется давайте это нафиг сразу сломаем так что можно выложить давайте вот это давайте ненужные ресурсы принципе вот это все выложим что мы не сможем продать а то что сможем продать это будет намного лучше потому что все же на этом мы поднимаем бабло можно и так сказать тут в принципе больше ничего не нужно тут это все можно забрать тут это тоже все можно забрать и тут это тоже 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 можно все забрать ладно ребята Возвращаемся мы домой, сейчас быстренько Весь хлам попродаём И так же И так же Твою мать, зачем я яблоко продаю Ладно, случайно Случайно, значит случайно Потом мы всё-таки Ребята, ещё намного больше яблок Насобираем, потому что Сами знаете, сами понимаете То, что нам нужно будет Всё-таки действительно делать раркенди Ладно, у нас 7 монеток есть Сойдёт, давайте быстренько Поскладываем всё В наши сундучки Сюда, это, это, это И это, да, вроде больше ничего нет Блоки Блоки, вот это, это, это И вот это, замечательно И хлам Хлама тут дофига есть Infinity 1, Sharpness 3, DMA 4 Sharpness 3 И DMA 4 То есть 2 раза урон Нифига себе Хоть я и ничего с этим не смогу зачарить Потому что, ну, у нас же пиксель мод Можно и так сказать Но я просто-напросто Это оставлю Чтобы было на память То, что реально Вот, 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 вот Такая вообще крутая Вещь нам попалась Это мы, это мы вроде выловили С рыбацких сетей Ну, ребята, DMA 4 и Sharpness 3 То есть урон 4 Не урон 3 И опять урон 4 То есть чудо какое-то Нафиг Ладно Давайте сделаем Опа-опа-опа Вот так Тут у нас Тут у нас больше ничего Давайте еще вот это возьмем Пускай будет А выкинем Выкинем вот это И фосил Фосил, в принципе, знаете, что Мы может Нет, давайте не будем ставить Я потом его поставлю, ребята Немного позже Тут у нас ничего Да, тут у нас ничего Что можно выложить Мы идем спать Потому что ночью Ну Я бы отправился Может куда-то На путешествие Но почему-то я не имею Никакого желания Да, ребята В этой серии Как я уже сказал В предыдущей Мы будем эволюционировать Пикачу Врачу В принципе, мы сейчас Даже это сделаем Ралтсом Мы, к сожалению Сейчас выложим в компьютер Потому что Кто не помнит В предыдущей серии Мы нашли гимн С мистей То есть Получается Вводный гимн Сейчас, чтобы Там победить Лифстоун, Тандер Вот давайте Знаете, что сейчас Попробуем Мне сказали То, что все-таки Нужно попробовать Давайте его Сейчас эволюционируем Что все-таки Нужно попробовать Пойти в гимн Не только С электрическими Покемонами Да, то есть Пикачу Ну, Райчу Сейчас будет Как я планировал И по Черису А взять Какого-то Травяного Покемона Мы, наверное Сейчас возьмем Даже двух Травяных Покемонов И пойдем Попробуем Если я не смогу Победить с этими Двумя травяными Покемонами То все же Мы дальше Продолжим Прокачивать Райчу Да, ребята Давайте на него Даже посмотрим Какой он Красавец А я боялся А я боялся То, что он Будет слишком Маленьким Нет Он, в принципе Даже очень Большой Ну После эволюции Стал Да Фух Ладно Давайте берем Здравствуйте Горенький Берем Ну У нас Есть А у нас То по сути Травяных Покемонов Нормальных Нет Я думал Там будет Офигеть А оказывается Там никого Нет Ну Ивангай У нас 55 Уровень Ложка У нас 45 Уровень Это наверное 55 Уровень Это наверное Самый большой Травяной Покемон Который У нас Сейчас Присутствует Эпулиоша 45 Был бы больше Я бы его даже взял Потому что Как я знаю У него есть Эртквик А нет Даже Эртквика У него нет Хотя Не знаю То ли у меня Глюки То ли я помню То что мы его Реально изучали Ну Что вам Так Сейчас Нет Это вот сюда Что вам сказать Про Соломенца Он 55 Уровень Но Драгон Бриф Кранч Я не знаю Честно Можно попробовать Соломенцами Можно попробовать Давайте попробуем Давайте ребята Давайте попробуем Попытка Не пытка Здрасте Привет Ты хочешь сразиться За пропуск В гимн Да я хочу Сразиться Какой 120 уровень Че Охренеть Мне кажется Или не каждый день Все больше и больше Уровни Стоит Он вчера был 90 уровнем В предыдущей серии Он был 90 уровнем Сейчас он 120 Да ты охренел Ты за один день Прокачался Четыре Угоковщины Как у него Покемон может быть 120 уровнем Четыре Конченые Ладно Мы еще к тебе Жопа голая Вернемся Жди Нас Жди На следующий день Даже еще в этой серии Мы вернемся Ты там паскуда Мисс Ты стой Ты там охраняй Своих покемонов Рано или поздно Мы тебя еще там Заквашем Во-во Во-во Да Только сейчас Давайте все-таки Берем Берем Райчу Твою Мать И идем прокачивать В этой серии Мы должны его прокачать Офигеть как Офигеть как Потому что А почему мы тут будем Пойдемте на остров Ребята Watergym Extreme Hills Где у нас А вот он Айланд Пойдемте на остров Будем на остров И его прокачивать Тут всегда куча Много Куча Охренеть Куча много Покемонов Поэтому сейчас мы Ребята его прокачивать И будем Отортера там В этой серии Как я сказал Мы минимум Хотя бы Должны его прокачать К 50 уровню Чтобы Ну чтобы Хотя бы Пойти Попытаться Затащить Если Если не получится То я тогда Не знаю 49 уровня Он конечно Вряд ли Убьет Но вот таких Зачем я его Хотя Thunder Wave Это в принципе Даже полезно будет Потому что Он парализирует Противника Так Дракини Вроде нету Опа Зато есть Куча Кинглеров Кинглеры Кинглеры Электробол Ну в принципе Электробол Тоже неплохо Так фигачит Плюс Он еще и Парализует А не Парализирует Да Как я понял Ты паскуда Ладно Если ты не справишься То тогда Алена Моня Справится Ладно Давайте ребята В принципе Дальше будем Как можно Быстрее прокачивать Мы ему уже Два уровня Успели прокачать Это уже много То есть За пару секунд То что мы тут находимся Два уровня прокачать Это реально уже много Но это еще не все Ребята Да В этой серии Мы Твою мать Как я люблю Такие моменты Когда вот Эта такая Хрень происходит Когда разработчики Просто жопой Думают То есть Он кинул на меня Какое-то там Умение То что я не могу Выбрать другого Покемона А первого Моего покемона Он убил Бой Отменить я не могу Перезагрузить Мир я не могу Мне сейчас Нужно через Alt Control Deleg То есть Через диспетчер Задачи Выходить Потому что Я не могу даже Стандартно Выйти С С Майнкрафта Твою мать Жопошники Кто Я вернулся Не ожидали Или ожидали Охренеть Ребята Ну вот Это реально Просто Очень непродуманно Когда Ты И не можешь Убежать с боя И даже С майнкрафта Не можешь выйти И даже Просто Я не знаю Честно И покемона У тебя Короче Вообще Нет вариантов Просто Напросто Тебе Через диспетчер Задач Взять И закрыть Весь Майнкрафт Потому что Он тебя В какой-то степени Можно сказать Даже залагал Я не знаю Почему так сделали Разработчики То есть Может они просто Не подумали По этому В этом варианте То есть Ага Если Если он А у нас же Снайви нету А я Охренеть Да меня только Сейчас доперло Вот она Вот она Это она Или Или есть Все таки Или нету Аааа Паскудина Ааа Поэтому у нас Ее и нету Потому что Она паскудина Которая вообще Никак не хочет Славиться Аааа Вот Тот случай То ощущение Когда мы Легендарного Покемона Суйкуна Проще словили Даскбол Чем мы 35 раз Уже находим Снайви И не можем Ее словить В 50 Уже Левелболов 50 Даскболов И 50 Квикболов Оооо Не может Быть Свершилось Это ребята Как Ну Сравните Сравните Это ощущение Как будто Вы словили Шайни Мьюту В обычный Покебол Вот это Это Ребята Да Вот это Это Что Офигеть Мы уже Столько Снайви Пытались Ловить Что Это С ума Можно Задить Четыре Кус Четыре Куска Опыта А с этого Сколько Выпадет 4400 А с этого Если он Не забабахает Вообще Должно Выпасть Тысяч Да Лучше Бытый Дебил Эдисон Промолчал Да Ребята Я ваши Мысли Читаю Я так И понял Потому Что Эх ты Прям Снайперюга Ты Конченный Попади Ты уже В этого Корфиша Вот так 31 уровень То есть Я не скажу Что Прям Очень Плохо Но Сколько Мы ему Прокачали Мы ему Прокачали На данный Момент Только 5 уровней Ну Ух ты Ух ты Ух ты Я не скажу Что Это Очень Много Да Стой Ты Зараза На месте Да По сути Я так и понял То что Электрический Против Летающих Это Очень Даже Супер А Баттерфри Как всегда Ну В принципе Это Последняя Эволюция Да Но По сути Она хоть И спавится Очень Большим Уровнем Но У нее Нету Каких-то Нормальных Атак С помощью Которых Она Могла Бы Нас Убить Да Поэтому Легко На Изич Ребята Изи Гейм Вообще Вообще Даже Без слов Зачем Я тут Бегаю Вокруг Этого Острова Я Ух ты Я бы Тебя Может И убил Если бы Я Да Иди Во Попал Снайпер Снайпер Вообще Снайперский Принцем Ребята Стоет На свое Место Может К концу Серии Он И установится Уже Нормально Но В том То и Смысл Что Это уже Будет Конец Серии Ладно Возвращаемся Вот сюда На старт Какие-то Большие Уровни Есть у Нас Будут Ли в этой Серии У нас Вообще Большие Уровни Я Не знаю То есть Ну Вот этот Нормально Ребята Все таки Мы Не сможем Наверное Прокачать Какого Пикачу Райчук К 50 Уровню Максимум Мы его Может Прокачаем К 40 И то Если Прям Офигеть Как постараемся Потому что Я Бампер Потому что Я вижу То что Все таки Ну Не очень У нас Кач идет Не очень Да Ух ты 40 уровень Как думаете Сможем мы Его убить Еще Я Вот Так Стоять Вот Вот По чирису Пожалуйста Вот Вот Ты сможешь Я Надеюсь Да Нормально Нормально 2000 Опыта Того Покемона Который Вообще В принципе В бою Не участвовало Только Только Мы его Вызвали И сразу Поменяли На другого Нормально Сойдет Херокросс Хер Короче Хер Херыч Ух ты Там 48 Гипно 48 Гипно Стоять 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 Гипно Стоять Мы Вот Что Я Понял Что Я Сейчас Понял Мне Кажется То Что У Вот Этих Геймлидеров У Них Случайные Уровни То Есть Иногда Может Заспамить У них Команда Которая Будет 80 Уровня А Иногда У них Может Заспамиться Команда Которая Будет 120 Уровня Как Только Что Было По Сути Это Прям Офигеть Как Читерский Потому Что Откуда Нафиг 120 Уровень У меня Покемон Может быть Максимальный Сотый Уровень А у него 120 Мне кажется Это еще Не предел Может У него Там Вообще Будет 320 Тогда Мы его Реально В жизни Никогда Не Убьем Это Реально Немного Читерский Я не знаю Почему Так Сделано То Что У Тренеров Может Быть Такой Большой Уровень Как Ты Меня Задрал А во вторых Этим Своим Слипом Вот Наконец-то 3000 Опыта Пикачу Пикачу Ух ты Здрасте Здорово Здорово Наш Младший Братик Мы Тебя Бы Пощадили Но Прости Прости Опыт Для нас Сейчас Важнее Будем Такими Небольшими Живодерами Да Больше Я В принципе Да Тут Никого Нормального Не вижу Тут Еще Вот Один Слов 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 Броша 45 Уровень Которого Можно Завалить Мне кажется Наверное Мы Еще Пойдем В Зимний Бем Потому Что Там Пылесосы Будут Там Будут Все Наши Друзья Которых Мы Принципи Уже Давным Давно Не Встречали Давным Давно Мы С ними Не Видели Да Ребята Поэтому Сейчас Мы Их Даже Навестим Посмотрим Кто У нас Тут Будет А Знаете Да Я Был бы Рад Если Мы Нашли Но К сожалению Нет Зачем Я Вообще Завел Вот Этот Разговор Если Вы Не Знаете Ребята То Нет Вчера Да Вчера Я делал Обзор На Новую Версию Майнкрафта На Новый Снапшот И Там Добавили Кучу Всего Прям Офигеть Как Много Чего Там Добавили И Также Добавили Новый Данж Кто Не Смотрел Вот Этот Обзор То В принципе Ну Я Или Можете Найти Видео Которое Вышло Вчера Это Во-первых А во-вторых Может Просто Я Еще Вам Вкратце Объясню То 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 Есть Добавили Новый Данж Чего Это За Данж В Зимнем Биоме Есть Шанс То Что Заспавится Иглу Вот Вот Эта Версия Реально Вот Это Обновление Мне Очень Понравилось Если Горить Нормальным Людским Языком Иглу Это Дом Эскимоса Да То есть Который Состоит С Снега И льда То есть Понятно Да Многие Знают Многие Видели Может Просто Забыли Поэтому Что Может Там Заспавиться В этом Доме В принципе Ничего Это Наверное Сделано Для того Для Очень Ленивых Чуваков Которым Даже Лень Свой Какой-то Маленький Домик Построить Чтобы Они Просто Нашли Вот Этот И Начали Там Жить Ну Или Просто Если За вами Гонятся Там Ночью Куча Всяких Творюк А вы Далеко От своего Дома Не хотите Зарываться Под землю То Чтобы Вы Просто Там Смогли Переночевать Потому Что Там Вас Ждет Теплая Прогретая Кровать Да Там Будет Кровать Печка Верстак И Так же Один Факел То Есть Все Необходимо На Одну Ночь Чтобы Что-то Скрафтить Что-то Пережарить И так же Поспать Это Круто Но Там Есть Такая Фигня То Что В Этой Комнате На Полу Лежат Коврики И Есть Какой-то Шанс Что Под Этим Ковриком Заспавится Скрытый Данж То Вам Нужно Будет Словить Словить Коврик Офигеть Сломать Коврик И Там Может Быть Спрятанный Данж То есть Смотрите Эта Фигня Не будет Очень Часто Спавиться Я Где-то Час Потратил Чтобы Найти Четыре Вот Этих Штучки Иглу Ну Дом Эскимоса Четыре Пять Штучек И И В Ту Ж Секунду Я Нашел Вот Этот Данж Ребята Да И Потом Что Что В Этом Данже Находится В Принципе Можно Сказать В Какой-то Степени Секретная Лаборатория Потому Что Там Есть Котел С водой Там Есть Вот Эти Все Приблуды Приблуды Для Зелья Варенья Да Вот Эта Все Фигня И Также В Этой Фигне Там Будут Две Клетки В Одной Клетке Будет Обычный Житель А в Другой Клетке Будет Зомби Житель И Для Этого Там Сделано То Что Вы Сможете Найти Зелья Слабости И Также Одно Золотое Яблоко Для Того Чтобы Попытаться Превратить Зомби Жителя В Обычного Жителя Если Вы Это Сделаете То Может У него Будет Даже Какой-то Очень Очень Выгодный Для Вас Трейд То Обмен Поэтому Это Еще Никто Не Знает Что Там Вам Может Попасться Но Все Мне Кажется Там Действительно Будет Что Крутое И Там Еще Знаете Что Добавили Одну Фигню Которую Добавили Странную В мире Как Будто Существует Крепость Для Эндер Дракона Цитадель Можно Так Сказать Вы Находите Все Знают Как Ее Находить Да А Сейчас Знаете Ребята Что Они Сделали Знаете Что То Что Сейчас Будет Спавиться Не Одна Вот Эта Крепость А Есть Шанс Что В Сделали То Если Раньше Это Было Очень Редко И В принципе Вы Нереально Радовались Когда Там Нифига Себе Находили Крепость Случайно Там Рыли Уголь Или Не знаю Редстоун И Случайно Натыкались На Крепость Это Уже Нереально Какая Радость Была Да Радость Была Даже Когда Вы Просто Ее Долго Искали 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 С Вы В Случайный Момент Можете Скопнуть Вниз И Найти Вот Эту Крепость Потом Пойти В Другое Место Также Скопнуть Вниз И Опять Найти Вот Эту Крепость То Есть Я Не знаю Честно Ребята Почему Так Сделали И Вот Столько Много Вот Этих Крепостей Посмотрим Посмотрим Что С Этого Вообще Выйдет А Хотя Знаете Что То Вот Вот Смотрите Я Сказал В начале Серии А я Забыл Что Он Не Убивается Той Атакой Я Сказал В начале Серии То Что Мы Максимум Его Прокачаем К Сороковому Уровню А он Можно Сказать Уже Сорок Пятый То Есть Уже Нормально Вот Джинкс Как Вы Думаете Можете Даскбол 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 Пока Еще Пока Еще Ночь Полностью Не ушла С наших Экранов Мы Ее Она 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 Ребята Она Нас Засосала Конкретно Засосала Потому что Там написала Там написала Джинкс Использовала Атаку Ловли Кис То есть Какой-то там Какой-то там Поцелуй Волшебный Вообще И мы Даже В спячку Мы даже В спячку Упали То есть Она Нас Конкретно Засосала Офигеть Ребята Мы себе Бабу Походу Нашли Мы себе Бабу Сейчас Я Сейчас Я Зас Вот Ты Ты меня Сто процентов Засосала Потому что Я еще Посмотрю Твои Да твою Мать Я такой Косой Или бухой Не могу Попасть Ловли Кис Она Нас Так Засосала Ребята Что Мы От Усталости Просто Напросто Заснули Да Закурили И Заснули Короче Все Все Вот у нас Девушка И появилась Я ее даже Еще как-то Как-то Ребята Как бы Имя Имя Думайте Имя Как бы Нашу девушку Назвать Я не знаю Как Вот Я не знаю Вот сейчас В принципе Мне в голову Вряд ли Что-то Придет Поэтому Выбор Я предоставляю Вам Ребята Такое Вам Задание Может Даже Сказать Такой Небольшой Опрос Как А у нас Уже Есть Снизл Снизл Пизл Как Назвать Нашу Девушку Придумывайте Ей имя Джинс Будет Нашей Официальной Девушкой В этом Сезоне Майнкрафта Да Ребята В этом Сезоне Майнкрафта Поэтому Думайте Как бы Ее Назвать Не будем Ее Джинс Называть А будем Как-то По ласковому Или даже По какому То имени Поэтому Думайте Ребята Думайте Если Вы К следующей Серии Что-то Не Придумайте То Я Постараюсь Но Все Такое Вам Ребята Задание Думайте Как Ее Назвать Да Ой А мы В принципе Сейчас Еще Отправимся Сюда Посмотрим Какой Уровень В этой Чукчи Будет Вдруг Уже Там 310 Будет Зараза Давайте Все-таки Возьмем Вот Этого Тут У нас Будет Какая-то Нормальная Атака Будет Какая-то Нормальная Атака У Нашего Ивангая Будет Будет Ну 120 Уровень Охренеть Просто Я не знаю Почему он Такой Большой Уровень Но Это Нереально Читерский Потому Что Ну Что За Хрень Ребята Да 120 Уровень Это Читерно Я не знаю Почему он Такой Большой Уровень Честное Слово Ребята Это Слишком Читерно Я понимаю Что Это Все-таки Помощник То Это Даже Не Гим Лидер Это Помощник Гим Лидера У нас Вообще До сих пор У нас В сезоне Максимальный Уровень Это Почирису 80 Уровень Даже Если Мы Почирису Прокачаем К 80 Даже Если Мы Каких Других Еще Одного Покемона Прокачаем Не К 80 А К 100 Уровню Это Не факт Что Мы Его Даже Убьем Потому Что У нас Убивает Практически С 20 Уровень Откуда Мы Вообще К Скол Перепуга Мы Вообще Должны Убить Как Там 102 Твор Твор Ммм. 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 Ммм, мм. Мммм. Ммммм… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, ничего не имею против, но это охренеть как круто Я даже... охренеть, честно, ребята У меня больше слов уже нету Радоваться, не радоваться У меня вообще другие планы были на эту серию Я вообще даже по-другому хотел назвать его как-то А тут... А тут офигеть, честное слово Ладно, ребята, мне кажется, на этом реально уже может... Твою мать... на этом уже реально Может даже заканчивать, потому что У меня опять куча Эмоций по поводу спауна Новой легенды, это офигеть как круто Поэтому, ребята Всем спасибо за просмотр Еще расскажу Сегодня у нас суббота, вот сейчас утро Вышло... ну я не знаю, когда вы Смотрите эту серию, но все же серия у нас Вышла утром Если вы хотите видеть следующую серию Пиксельмона завтра Если вы хотите Пиксельмон каждый день И все выходные насладиться покемонами То, ребята, все, что от вас требуется Поставить лайк Ведь если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии Я даю вам слово то, что завтра выйдет Следующая серия Пиксельмона Честное слово Потому что, ну... Вы сами видите то, что сейчас творится с этими легендами Поэтому мы с вашей помощью Наверное, еще даже больше сможем словить легенд Поэтому, ребята, тысячу лайков Я вам обещаю, что завтра выйдет следующая серия Также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео Если у тебя есть какой-то вопрос, который ты хочешь мне задать Пожалуйста, задавай, я на него отвечу Все, что тебе требуется Просто написать его под этим видео в комментариях Потому что я общаюсь со своими подписчиками Наверное, ну, так прямо скажу Не каждый ютубер может этим похвалиться То, что он все-таки отвечает на вопросы своих подписчиков Он просто выкладывает видео и идет нафиг Посылая всех своих подписчиков Ну, в большинстве случаев это так Поэтому, ребята, если вы хотите со мной пообщаться Добро пожаловать Также не забываем подписываться на мой канал Ведь я отношусь к своим подписчикам Как действительно к друзьям Поэтому, если ты хочешь стать моим другом И вступить в нашу большую дружную семью Просто подпишись В первую очередь, ты сделаешь меня реально счастливым Потому что я рад, когда даже на мой канал приходит хотя бы один новый подписчик А когда много на меня подписывается, ребята Это вообще для меня праздник Поэтому, если хочешь стать моим другом Просто-напросто подпишись Ребята, к сожалению, мы на этом будем заканчивать эту серию Серия вышла, по сути, реально даже очень крутая Потому что, ну Сами видите, то есть Я не знаю, честно То есть Ну, я не знаю, ребята Я не знаю, что сказать Потому что, ну, во-первых, мы словили легенду А во-вторых, мы Так просто ее словили Поэтому, ребята Всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока